Доброе утро, Night City! Вчерашний подсчёт трупов закончился на крепкой тридцаточке! Здравствуй, любимые зрители и слушатели! Ты слышишь Алексея Халецкого, а это значит, что ты на канале Лёша Играет. И я так понимаю, что вся планета ждала только моего обзора и рецензию на игру Cyberpunk 2077. В общем-то, она теперь есть у меня, наигрался, так сказать. Я хотел сначала сделать подзаголовок «Киберскайрим», почему об этом чуть дальше, но я решил, что я как кисейная барышня. Давайте я назову вещи своими именами, и поэтому вы на превьюшке видите слово «киберговно». Это не значит, что игра совсем уж плоха, в принципе, она просто обычная, но вот в этом и заключается огромная проблема. Но давайте начнём с самого начала. Я большой поклонник поляков из CD Projekt Red. Я играл в их игры, начиная с первого Ведьмака. Все игры мне их нравились, а предыдущий, третий Ведьмак, то есть игра в открытом мире, просто вообще поразило воображение и миром, и размером, и вообще всем-всем-всем. Поэтому я не ждал от киберпанка, на самом деле, того же самого Ведьмака. Нет, абсолютно нет. Я к тому же большой поклонник Blade Runner, того первого, Ридли Скотта с Харрисоном Фордом, и Deus Ex. И на самом деле я вот ожидал примерно визуальной картинки от Blade Runner, а игры одной из части игры, потому что это всё-таки ролевая игра, и я могу выбирать, как мне действовать, от Deus Ex. И в принципе, наверное, можно сказать, что картинка местами соответствует Blade Runner, и атмосфера вот этого странного будущего в игре присутствует, то это, собственно, всё, и оно не держит в игре так долго, как должно бы быть. И в целом вот у меня ощущение, что игра офигенно похожа на Skyrim, действительно. Это когда ты идёшь по какому-то квесту, тебя отправляют в подземелье, которое здесь не подземелье, а квартира в каком-нибудь многоэтажном доме, но это всё те же кишки, по-хорошему, в конце которых ты просто быстро выходишь на улицу и идёшь дальше по своим делам. И опять же меня могут в комментариях поправить, слушай, ну Skyrim же вроде неплохая игра. Да, неплохая, но она вышла в 2011 году. И говорить, что современная игра вышедшая, которую долго ждали, и от людей, которые вообще-то делали неплохие игры до этого, что она похожа на Skyrim по своему геймплею, довольно странно. А что ещё более странное, могу вам сказать, что Skyrim интереснее. Интереснее, понимаете? Это вообще какая-то поразительная метаморфоза, по моему мнению. Как люди, сделавшие третьего Ведьмака, в котором каждая локация уникальна, в котором запоминающиеся персонажи, который сам по себе просто огромен, после шести лет разработки выпускают Cyberpunk 2077, в котором визуально по-хорошему только три локации. Это город с высотными домами, это пустоши с перекатиполем и какие-то пригороды с заводами. Мне сейчас, включи любую локацию Ведьмака, я определю, где это происходит. Да блин, давайте опять Skyrim вспоминать. Мне Skyrim покажи, я пойму, в какой это локации происходит. Включи мне Cyberpunk в любом месте, я только пойму, это город либо пустоши. Всё, персонажи запоминаются только из основной сюжетной ветки. Причём поразительно, но основную сюжетную ветку вы можете пройти даже не выполняя побочные квесты. Я это понял, когда дошёл практически до последнего задания, мне игра написала, это последнее задание, потом вы не сможете ничего изменить, а я ещё даже не брался за побочные квесты. Я такой, опа, ничего себе. А происходит из-за того, что вас игра постоянно подгоняет, подгоняет, давай быстрее. Небольшой спойлер, у вас будет в голове чип у вашей герои или героини, из-за которого типа она через две недели умрёт. Хочу всех огорчить, она никогда, блин, не умрёт, понимаешь? Ну, если только вы сами её не убьёте. Мой первый напарник Джейми Шин тоже пустил себе полю в лоб. Хоть вы в игре три года проведёте, никак этот чип на это не влияет. Хорошо, предположим, CD Projekt Red хотели из киберпанка сделать действительно ролевую игру, где каждый игрок будет отыгрывать какого-то своего персонажа, а не постоянного ведьмака, как это было в предыдущих играх. Ну, я, например, не считаю ведьмаков вообще ролевыми играми. Это типичная адвенчура. Ну, это классная адвенчура, тебе в ней приятно находиться. Но у них не получилось в разнообразии. Я хотел, например, отыгрывать стелс киберхакера. Вначале это просто дико сложно, потому что у них баланс не отлажен, тебе непонятно, почему тебя постоянно замечают. Опять я возвращаюсь к Скайриму, извините, я постоянно просто к нему возвращаюсь, где один из прохождений был вором как раз скрытным. Там почему-то тебе всё понятно, когда тебя заметили, когда тебя могут заметить. Тут, в этом Киберпанке 2077, это постоянно тебя путает. А знаете почему? Потому что разработчики решили таким образом и прокачивать вашего героя. Вам достаточно взять нужные несколько перков, и внезапно стелс становится убер-легким. Это вообще какая-то убер-билд для игры в Киберпанк, когда вы играете через стелс и через взломщика, потому что вы просто издалека подходите к нужной вам точке, вы засвечиваете всех абсолютно противников, начинаете бросать им демоны взлома, и они там умирают. А вы сидите, вы даже это можете через камеры делать. То есть чуть-чуть прокачать, и просто суперлегкой игрой становится Киберпанк 2077. А это значит, что баланса тупо нету. Я думаю, то же самое мне могут написать и люди, которые играли и через рукопашное оружие, и через стрельбу пистолетами, что вначале как-то очень странно все это попадается по противникам, потом кое-что вы прокачали, и противники ложатся штабелями просто. А это значит, что? Значит, не было тестирования. Класс. Все квесты практически побочные подаются вам в виде вам звонит фиксер, говорит, у меня для тебя есть задание, но мне настолько влом, а точнее настолько влом было делать озвучку создателям, что я тебе все самое интересное кину текстом на два абзаца. Иди, читай и используй свое воображение. Много из вас бросило потом это читать через какое-то время. Все задания завязаны на то, чтобы кого-то убить в итоге. Класс. Вот это разнообразие. Это вообще-то как-то начинает напоминать Мафию 3 по-хорошему, где захват каких-то районов сопровождался вот этими медитативными одинаковыми действиями. Кстати, здесь вначале есть банды. Думаешь, вау, класс, банда, у тебя будут разные, наверное, отношения с этими бандами в игре. Нет, ребята, хрен вам за шиворот, и мне тоже. Вообще ни на что не будет. Просто вот в этом районе вот такие банды, и все. Вау, какая полезная информация. Зачем вы тогда их название даже на миникарте пишете? Господи. Ну, понятно, что это явно так и планировалось. Это куча всего вырезана к релизу. Но у меня возникает вопрос, а нахрена вы это вырезали тогда? Зачем вы выпустили игру? Потому что, вообще-то, в день релиза CD Projekt Red объявили о том, что уже деньги за предзаказы полностью окупили их разработку и стоимость пиара. Так, блин, если уже предзаказы окупили, вам не кажется, что давайте вы отложите на полгода игру и продолжите ее делать? Хотя я, честно говоря, не верю, что это помогло бы все равно игре. Потому что здесь нету геймдизайна. Это игра 2011 года, блин. Это Skyrim в обертке киберпанка, где ты ходишь по мертвому городу. Мертвый — это в плане, что ты не веришь в то, что происходит на экране. И тебе дают абсолютно однотипные задания. Все. И во всем этом меня реально поражает, что это сделали те же самые люди, которые делали третьего Ведьмака. Это для меня самое поразительное. Как будто всех, кто что-то правильно в Ведьмаке третьем делал, они убрали из компании и поставили, знаете, как ремесленников, и сказали, вот смотрите, вот вам третий Ведьмак, вот попытайтесь все то же самое сделать и в Киберпанке 2077. Вот примерно по тем же лекалам. А таланта нету и не получается как-то. Чего ты и ждешь от игры, которая называется 2077 Киберпанк, в мире, где правят корпорации. Веришь на какой-то жестяка, там каких-то таких вещей, квестов, которые тебя заставят задуматься и бояться подобного будущего. Да хрен там. Опять же, зашиворот мне и вам. Там какая-то, реально какая-то ванилька происходит даже. Там буквально 2-3 квеста, вот действительно таких жестких. Это, пожалуй, вот с выборами мэра пропирались. Кто проходил, я думаю, поймет. Еще мне понравилось, какой-то фиксер меня отправил выяснить, что сталось с одним из его заказов. Типа там девушка должна была ему какую-то фигню доставить и перестала выходить на связь. Наверное, она это украла и куда-то делась, а там потом с ее семьей что-то выясняешь. Но во всем остальном какая-то реально ванилька происходит. Я уже молчу о том, что персонажи почему-то чуть ли не после первого квеста начинают тебя дружбаном считать и к тебе всячески располагаться. Я вообще такого, честно говоря, не помню в играх вот открытого мира. Еще я постоянно Cyberpunk сравнивал с GTA V. Я понимаю, что это игры разного жанра, но дело в том, что по-хорошему, что город из GTA V, что Night City это типа прообраз Лос-Анджелеса. Да, я знаю, что Night City вроде между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом должен находиться по лору, но тем не менее, это вот действительно чувствуется, что оба города типа сделаны с прицелом на современные Лос-Анджелесы. Там места чем-то похожие и так далее. И опять же, GTA фиг знает, когда вышло и выглядит визуально лучше. Именно город, вот город, поймите меня правильно, не интереснее, не киберпанковский, не в этом плане, а именно то, что в нем происходит. Ты просто веришь, что в нем происходит. Как там люди двигаются, как машины ездят. Блин, в киберпанке тебе вдалеке показывают эти вот две реки желтых и красных огней машин, да? А потом ты видишь, в каком месте они исчезают. То есть, это просто такое ощущение, как будто гифка наложена на визуальный ряд с этими огнями. И вообще, киберпанк, он мне больше всего, знаете, что напоминал? Как будто ты находишься в театре, сидишь не в зрительном зале, а вот за кулисами и видишь, как там актеры прихорашиваются, знаете, пришла уже престарелая актриса, которая будет Карлсона играть в этом спектакле. И уже у тебя как-то вот пропадает настроение, и ты не чувствуешь вот этого атмосферы игры, которая должна была бы быть. И если кто-то считает, что это все можно исправить патчами, я в это абсолютно не верю. Как можно исправить патчами вот эти все квесты? Да, вы исправите... Я просто даже не упоминаю, огромнейший провал на платформах, на консолях прошлого поколения, там, где у игры оценки ниже 20%, потому что они обманули просто игроков, не показывая версии для этих консолей. И в США на CD Projekt Red инвесторы уже подают в суд, потому что когда инвестор не в курсе, в каком состоянии игра, и ему лапшу на уши вешают о том, как все будет классно, игра выходит и получает разгромные рецензии, и у компании падают... Я не знаю, там на очень много упали у них акции, соответственно, инвесторы потеряли кучу денег, значит, что тебя просто обманывают. А самое прикольное в этом в том, что один из директоров CD Projekt Red по-моему, за неделю до выхода Киберпанка продал свои акции полностью. Нормально, да? Мне не обидно, знаете, что я потратил деньги на эту игру, я сделал предзаказ еще год назад, то есть, собственно, когда появился сам предзаказ, просто я это посчитал еще дополнительным вложением Ведьмака. Мне не жалко, что игра получилась плохой, мне жалко, что CD Projekt Red потеряли на этой игре свою репутацию. Я так надеялся, что это будет первая, ну, ладно, давайте вторая после Wargaming'а, игровая контора из стран Восточной Европы, которая станет действительно мирового уровня, у которой будет свой магазин игровой, GOG, потому что все игровые магазины, как вы видите, они развиваются из успешной игры. Если бы Cyberpunk был хитом офигительным, то и GOG бы еще стал одним из конкурентов Epic Games и Steam'а. Это все очень важно. И я не понимаю, как поляки смогли так на ровном месте буквально просто просрать свою репутацию. В какой момент у них произошел крах геймдизайна? Потому что тут понятно, что проблема именно в геймдизайне игры. Визуально все сделано. Глюки, которые сейчас, конечно, это просто тоже трындец, но на самом деле это все поправимо и игра могла бы отложиться и если бы она была интересной, все бы на глюки закрывали в глазах. Да господи, Ведьмак тоже был не полностью вылизанным при выходе, но в него просто было интересно играть и всем было наплевать, что там происходит. У него там тоже потом патчами меняли интерфейс, который был кривой. Неважно. В нем было интересно находиться. В киберпанке, вот когда проходят эти там вступительные ролики, господи, нам там показывают, как скорая помощь будущего, знаете, с пушками прилетает, забирает этих пациентов. Нам там показывают, как корпорации борются за свои секреты вот в эти вначальные там, не знаю, 10 часов вступления. А вот когда вас выпускают в открытый мир, это куда-то девается. Я один раз только этих скорую помощь потом увидел, и то это случайно как-то получилось. То есть весь мир, вся атмосфера, все персонажи, все квесты разваливаются просто на глазах. Я еще раз повторю, это ощущение, как будто ты на задворках спектакля находишься и видишь всю изнанку вот этого происходящего. Единственное, что там более-менее интересно, это действительно главный сюжет. Все. Но и он короткий. Вы, блин, вспомните, какой в Ведьмаке долгий сюжет. Блин, да господи, в Скайриме какой долгий сюжет, какой долгий сюжет в GTA 5. Какие еще игры с открытым миром можно вспомнить? Если вот меня спросит человек, который никогда не играл в игры с открытым миром, то я Cyberpunk 2077 ему не порекомендую, потому что он может в любые другие игры поиграть. Даже, извините, я уже задолбался говорить это слово Скайрим, хотя я вообще поклонник Моровинда. Ну просто Cyberpunk очень на Скайрим похож, господи. Кому я могу только порекомендовать? Это, как и я, поклоннику Blade Runner и поклоннику Deus Ex. Хотя, если вы не играли ни в какую из игр Deus Ex, то лучше пойдите в нее поиграйте. Незаслуженно заминусованный Mankind Divided на порядок, на голову, по моему мнению, круче, как игра, чем Cyberpunk 2077. Да, вы можете мне возразить, что там не открытый мир, там небольшие локации. Да, так и есть. Но если вы сравните игры только по такому принципу, большие открытый мир или не открытый мир, то, конечно, тогда Cyberpunk ого-го. Но в игровом плане, в возможностях, вариативности, извините, куча идей из игры просто вырезана, там, начиная от того же метро. То есть, в городе есть этот монорельс для метро, вот этот вот даже проложен, но метро по нему не ездит. 2077 год, офигеть, вот это будущее охрененное. Куча машин, которые вы можете зачем-то покупать, то есть вы это сделали. А, вот это офигенно. Все гитаристы в игре, да, вот как они изображают, что они играют, это они реально играют те аккорды, которые звучат. И вот действительно вы можете смотреть на гитару и действительно в игре звучит то, что изображено вот этой моделью гитариста. Нихрена вы на что время потратили и ресурсы. Вот это самое важное для игры. Куча различных автомобилей, которые игрок может купить зачем-то, хотя физика управления транспортными средствами в Киберпанк 2077. Это просто жопа какая-то. Это невозможно управлять, вы понимаете? Купи 30 вариантов разных утюгов, на которых ты будешь ездить по городу. Вау, Зеба, вот именно этого я хотел от игры. Какие-то фиксеры раздают задания без внятной истории, без бэкграунда, их почему-то 6 на весь город. И еще раз повторю, я не понимаю, почему город такой маленький. Почему он такой маленький? Блин, ведьмак, по-моему, там 4 года разрабатывал, он по размерам намного огромнее, чем... Да блин, я даже не знаю с какой, с каким открытым миром сравнить с Киберпанком. Киберпанк реально маленький просто. Этот город маленький, он маленький. Ребята, маленький. Я уже говорил, что город маленький, он маленький. Разработчики в каком-то интервью говорили, что этот будет, типа он не вширь будет большой, а ввысь. Типа вы будете вот заходить в эти дома, и таким образом он будет больше. Ложь, 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 как и все до этого, что было. Ну да, у меня вот жена подсказывает другое слово, просто я матом не ругаюсь. Я, кстати, делал еще критический обзор, вот именно негативный обзор на Fallout 4, потому что Fallout 4, он реально похож на все предыдущие игры от Bethesda, он как Fallout 3, как, блин, как Skyrim, тоже один в один похожий. Даже в него интереснее по-хорошему было играть. У меня был негатив именно в том, что он вот похож на все предыдущее. А Киберпанк 2077 даже не похож на игры от CD Projekt Red, он похож на Skyrim, блин, внезапно. Причем на хреновый Skyrim. Со сплошными записками вместо квестов интересных. Да, кстати, брейндансы отличная задумка, ну то есть и воплощение тоже хорошее, то есть это такое вот, знаете, как развитие вот этого ведьмачьего чутья из третьего Ведьмака, где ты просматриваешь как в видео какие-то события из жизни людей, там вычленяешь звуки, по-хорошему там ничего сложного нету, ты просто двигаешься в некотором смысле по скриптованной сценке, но тебе интересно это и просмотреть, и исследовать, это как Шерлок Холмс, ну их буквально на всю игру, не знаю, штук семь, наверное, или восемь, и все. Все остальное играет, и ты разбираешься с киберпсихами зачем-то, с какого хрена мне это надо делать, вот в Ведьмаке, опять же повторюсь, вся мотивация была реальна, вот ты понимал, если ты ведьмак, почему ты вот это делаешь, почему я тут должен какому-то фиксеру помогать разбираться с киберпсихами, хрен знает, почему я должен полиции помогать разбираться с преступлениями в городе, хрен знает, то есть я сама наем, ну я играл, а, вот еще, кстати, претензия, я в начале игры я играл за девушку, но с членом, то есть тебе в начале игры ты идешь и играешься с гениталиями, ты можешь выбрать себе вагину, член разных размеров, нахрена вы спросите, а не нахрена, потому что разработчики могут себе позволить, чтобы вы в начале игры выбирали себе член или вагину, знаете, у меня вот ощущение, что я себе в начале выбрал тот самый член, который на меня положили разработчики во время выпуска Cyberpunk 2070, вот я прям ощущаю себя на лбу его, понимаете? Убышая громкость на 300%. Нееееет! Потому что этот выбор никак на игру в дальнейшем не влияет. Я вот читал какие-то обзоры, вот это тоже видно, люди какие-то обзоры писали, даже не играя в игру, мол, выбор гениталий определит ваши взаимоотношения в каких-то романах, типа, мол, мужики, например, не будут с теми, у кого член есть эротические сцены проводить. Вот, ребята, будут. Я вам прямо сразу скажу. Я это наблюдал. Я получил глубокую психологическую травму. Что мне с этим делать? Могу ли я потребовать через суд теперь от разработчиков возместить мне эти моральные страдания? Ну, я шучу, конечно, но это, знаете, вот я даже не знаю, что мне как бы вот хорошего, что ли, найти в игре. То есть я стримил вот в начале, действительно, первые 10 часов вполне нормально, потому что там сюжет просто идет, вас просто не выпускают в открытый мир. Хотя там тоже есть вопросы, какого хрена меня там заставляют в каких-то местах только стрелять? Почему я это не могу по-другому пройти? Фига себе вариативность. Ну, ладно. Но потом, когда вас спускают в открытый мир, ты стараешься что-то найти интересное для себя. Вот что интересного? То есть люди там ходили, смотрели по городу, как он выглядит. Ну, да, это прикольно. Но это... Но ты же не для этого игру покупаешь, чтобы ходить, смотреть, как город выглядит в игре. Это должно быть сопутствующее. То есть ты идешь что-то интересное, какой-то квест, задание там, или вообще думаешь себе какое-то обмундирование найти. А параллельно ты еще город рассмотришь и такой, вау, как классно. Кстати, по поводу обмундирования, тут тоже просто пофигу абсолютно какие у вас там пушки, во что вы одеты. Но в некотором смысле, кстати, так же и в Ведьмаке было. Там вообще, кроме вот этих сетов ведьмачьих, которые вы сами крафтили и собирали долгое время, все остальное оружие по-хорошему нафиг было надо. Так что, тут я узнаю CD Projekt Red, но в целом это просто какое-то бесполезное все. Мне даже интересно, вот если вообще персонажа не прокачивать, я уверен, что ты все равно сможешь пройти игру. Это вообще, вообще по-моему, ролевой игры вообще тут нету. Это какой-то польский шутер, если вы понимаете о чем я. Просто поразительно, как, как, как ребята смогли вот так уничтожить свою репутацию. Ну и же теперь никто ни предзаказов не будет делать. Я даже не очень себе представляю, как это можно развернуть. Вы знаете, возможно, я все-таки слегка разошелся, наверное, какую-то защиту надо в пользу игры искать, потому что это какой-то сплошной негатив лью. Тем более, что, например, вот в Steam'е у Киберпанка 78% позитивных отзывов. На Metacritic я про пользователей говорю, именно про пользователей и про компьютерную версию, не про консольную. На Metacritic 7,2% оценка от пользы, ну то есть 72% позитивных отзывов. Ну, потому что это как бы неплохая игра. Есть плохие игры, которые просто вообще мрак. То есть я, ну, я получил определенное удовольствие от того, что я наиграл в нее так-то 120 часов. Но это была игра постоянно, вы знаете, как будто я ей шанс даю. Я вот думаю, что вот надо, наверное, там что-то дальше будет. Я, может, что-то не увидел еще, не понял, вот не разобрался. Но видите, когда я, блин, прокачал, например, интеллект до последнего уровня, а там есть такое событие, где я захожу в магазин, там заходят грабители. И так как у меня не прокачана сила, по-моему, до 8, то, собственно, я им ничего не могу сделать. То есть интеллект у меня максимальный, но сила не 8. То на этом как бы квест заканчивается. Нифига себе вариативность. Все, опять же, повторю, миссии, когда ты играешь с стелсом, который у тебя прокачан, просто это избиение младенцев. Зато есть миссии, специально заточенные на стелс. А знаете, как их определить? Это когда тебе заказчик говорит, постарайся сделать это тихо, типа не подняв тревоги. Вот там игра тебя просто имеет, даже несмотря на то, что у тебя там 20 уровень. Просто потому что, ну, потому что мы в баланс не умеем, не хотим, и вообще, знаешь что, мы тебе киберпанк выпустили. У нас тут, мы сейчас думаем, как своих инвесторов обмануть, а ты тут со своим стелсом, ну серьезно, чувак. Вот это проблема. То есть у меня постоянная проблема, что я ощущаю, как создатели игры со всех сторон пытаются меня обманывать. И если в талантливых и хороших играх это нормально, потому что игра это и есть обман тебя, а ты убегаешь из мира в нее, то когда ты понимаешь, как тебя обманывают, это проблема огромная. В общем, я выговорился, впечатление у меня, конечно, не очень, но ваши с большим удовольствием почитаю в комментариях и возможно кто-то попытается меня даже переубедить, хотя я не представляю каким образом. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.